Круглогодичная спартакяда коллектива физической культуры Мозорского нефтеперерабатывающего завода – одно из самых захватывающих многоэтапных состязаний, проходящих на Полесе. Результаты, организационный уровень, масса других нюансов позволяют говорить об этом турнире как о состязании высочайшего класса среди любителей спорта, физкультуры и здорового образа жизни. На данный момент прошло 9 видов из обязательных 14 видов заводской круглогодичной спартакяды. Запоминающийся был, думаю, на каждом из спортивных этапов свои моментики, но продолжается сейчас у нас бойня, так называемая, между товарно-сырьевым цехом и трамвайным управлением. Они очень идут в притирочку. В прошлом году, как вы знаете, лидером 2016 года стало именно трамвайное управление, у них кубок победителя, золото заводской спартакяды. А в этом году уже на лидирующих позициях стал товарно-сырьевой цех. У них 30 очков, но в притирочку к ним идут с 31 очком именно трамвайное управление. Яркие моменты из заводской спартакяды, можно сказать, совершенно другой уровень проведения гиревого спорта. Гири в последние годы стали одним из популярнейших видов спорта на Мозорском НПЗ. Ну и игровые дисциплины, которые просто боготворят. Спортсмены Мозорского нефтепроводящего завода по-прежнему захватывают воображение каждого, кто присутствует на соревнованиях, например, по мини-футболу. Турнир по мини-футболу всем запомнился зрелищной игрой. Именно финальные игры до конца держали в напряжении и болельщиков, и участников, потому что не было ясно, кто же станет лидером. Все-таки еще хотелось бы отметить наших заводских спортсменов именно на туризме, потому что в этом году 22-й цех трамвайное управление стали для всех необычным ярким примером именно со своим лагерем, именно со своей формой проведения и подходу к соревнованиям по туризму. Большая роль в успехе команды того или иного цеха принадлежит физоргам, своего рода тренерам-капитанам своих спортивных команд. Я могу отметить физорга 12-го цеха паровоздухоснабжения Данильчука Александра и физорга 14-го цеха транспортного Олега Смолюгу. Эти физорги очень ответственно подходят к выполнению своей работы, для всех они яркий пример. Вообще ребята это спортивные энтузиасты, работают по своему призванию, я скажу как спортивный инструктор. В этом году у них в копилке и их результатов гораздо больше первых, вторых мест, также призовых по сравнению с прошлым. Что это за должность такая физорг? Что входит в обязанности человека, играющего эту, как нам кажется, очень важную роль? Работа физорга заключается именно в том, чтобы грамотно подобрать цеховую команду для участия в спортивных мероприятиях. С чем физорги наши справляются? Конечно, эта работа строится на голом энтузиазме, поэтому к ребятам лично у нас, у коллектива физической культуры, у руководства и правкома, и у руководства завода огромное уважение, потому что именно благодаря им происходит популяризация спорта на самом заводе. А что ждет сама Ольга Васильевна от второй части спортивного сезона и какие виды спорта остались в круглогодичной спартакязи Мозорского НПЗ? От второй половины сезона мы ждем, конечно же, что решится все-таки интрига между товарно-сырьевым цехом и 22-м трамвайным управлением. Конечно же, остались такие виды спорта очень значимые, как бильярд, плавание, кросс еще у нас остался. И вот, конечно же, бильярд ждут все, потому что в некотором смысле это испытание физорг у нас происходит в тандеме вместе с начальником. Председатель коллектива физической культуры Мозорского нефтеперабатывающего завода Александр Владимирович Гусаков, инструктор Ольга Васильевна Несовец, они все время смотрят вперед. И, безусловно, на оставшуюся часть сезона у любителей физкультуры и спорта нашего нефтяного гиганта мирового значения большие планы. В планах у нас, конечно же, еще участие в 22-й летней областной спартакиаде среди работников нефтехимического комплекса, которая будет проходить 18 августа в городе Речица. Мы также к ней готовимся, волейболисты, футболисты, дорсисты, команда по стритболу и, конечно же, наши легкоатлеты. Сейчас у нас, конечно же, небольшой мандраж, но, я думаю, все виды спорта именно на Речице мы хорошо закроем и, думаю, будем скоро хвастаться хоть какими-то результатами. Какими-то блестящими результатами станут гордиться спортсмены Мозорского нефтеперабатывающего завода и их болельщики. Причем не только после областного тура, но и после республиканского, который пройдет в сентябре на Олимпийской базе стайки. И право стартовать там получат лауреаты как раз-таки областной спартакиады, которая, скажем об этом еще раз, состоится 18 августа в Речице.